всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду прошло уже три года с тех пор как я публиковал на канале рецепт запеченной курицы по мотивам джуди роджерс еще тогда многие из вас не сказали что они готовят курицу по заветам хестонабулементария я признаться честно к нему отношусь большим уважением и очень многие приемы у него почерпнул но вот конкретно курицу по его заветам пока еще не готовил последнее время интернет как цепи сорвался я буквально из каждого утюга слышу советы приготовить курицу по хестону короче я наконец-таки сдался и сегодня приготовлю курицу по его методе а в конце ролика выскажу свое мнение какая мне нравится больше по хестону или по мотивам джуди роджерс это у меня птица которую я вчера соответствии с заветами шефа засолил бокрым способом и оставил холодильнике на ночь у меня глубокая ночь завтра планирую ее запечь смотреть немного волосатая надо ее полить кстати вот такой желтый цвет тому что этих кур откармливают кукурузой ну по крайней мере так заявляет производитель в кастрюлю ее литр воды и 60 граммов соли на литр все уберу в холодильник на ночь спокойной ночи вот так оно и было все сейчас я должен курицу обсушить набить вкусностями и впрочем сейчас все увидите тимьян собранный на склоне нашей горы и лимон а кожу хорошенько намажу маслом отлично первый этап запекания полтора часа при 90 градусах но хестон говорит о том что цель не время а достижение в самой толстой части 60 75 градусов учитывая что все духовки пекут по-разному а встроенный термометр еще и врут безбожно термометр наш выбор и еще момент я имею опыт обращения со своей духовкой в области низких температур поэтому чтобы достижение нужной мне температуры не растянулась на неделю мне надо на дно поставить форму с небольшим количеством кипятка и готовить в режиме конвекции не надо переживать что курица высохнет кипяток создаст влажность вентилятор ускорит теплообмен сколько реально уйдет времени до достижения внутри курицы температуры ну скажем 68 градусов я вам сообщу а вообще если вы до сих пор не обзавелись термометром то я просто преклоняюсь перед вашими способностями определить температуру на глаз ждем прошел все час и вот уже 68 градусов до курица выглядит не особенно красивой впрочем хестон об этом предупреждал теперь нужно дать остыть при комнатной температуре в течение 45 минут это делается для того чтобы на втором этапе запекания когда мы это делаем при высокой температуре для получения румяной корочки температура внутри курицы не превысила критических значений не высушил ее внутри ждем второй этап запекания будет проходить при максимальной мощности это естественно такие необдуманные советы дает про максимальную мощность и 10 минут на самом деле духовки разные есть с максимальной 250 градусов есть 300 понятно что во втором случае за 10 минут курица просто сгорит поэтому следите за внешним видом подрумянилась пора вытаскивать ждем и вот вам результат к тому времени а прошло 8 минут как шкурка хоть немножко подрумянилась температура в центре грудки достигла 92 градусов ну не знаю так себе вариант я как-то не очень впечатлен этой методой ну и что там с самой обычной сухой частью курицы то есть грудкой ну есть конечно сочность до придраться сложно но я все-таки придерусь я честно признаюсь не вижу большой разницы с сочностью при запекании курицы по методу джуди роджерс ну вот серьезно не как бы мне кажется и не поменьше здесь влаги в этой курочке ну сами сравните посмотрите видите так ну и что касается вкуса то есть во первых солености и профитности ароматами по соли хорошо но вполне себе сочно так сочно до ароматом она чувствуется но честно говоря но такое длительное запекание на мой взгляд ничего особенно интересного этой курочки не дала ну и чтобы хоть немножко расцветить себе праздник сделаю-ка я с этой грудкой мега бутер размером с руку давайте приступим и и и и и и и и ну так то она получше будет верно спасибо за компанию всем пока